Помогать бывшим осужденным адаптироваться на свободе. Это основная цель работы Алтайской общественной организации Рубикон. В этом году Рубикон был удостоен премии Международной благотворительной организации «Справедливая помощь доктора Лизы». Премию вручили руководителю организации Алику Леонидовичу Гельфинбайну. Сегодня он у нас в гостях. Алик Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам о своей работе. Почему решили в свое время помогать осужденным? Ну, почему я решил помогать осужденным? Главная причина была в том, что я увидел проблему. Проблему именно адаптации в обществе и интеграции человека после отбывания срока в общество. И мало в то время, мало кто готов был принять человека, который освободился, хоть просто даже в общество. Многие там семьи даже уже отказывались, особенно если человек совершает несколько преступлений или несколько раз попадает в места лишения свободы. И им трудно, выйдя на свободу, устроиться на работу было, как-то найти себя даже. Ну и еще время отбывания в местах лишения свободы, оно в некоторой степени человека начинает ограничивать. Чем ограничивать? Человек попадает в определенную атмосферу, где за него все решают. Во сколько ему проснуться, во сколько ему сходить в столовую, когда он идет в баню, когда он стирается. Ну там буквально все расписано, такой есть распорядок дня, режим учреждения. Режим. Да, режим учреждения. И человек просто привыкает, что за него все решает и прекращает принимать решения. А когда выходит на свободу, вот это самая большая сложность, что ему надо вернуться к тому, чтобы взять ответственность за свою жизнь, начать принимать решения. И человек ломается, то есть ему проще вернуться, особенно если никто не помогает. Ну это вот такая первая причина. Вторая причина, почему я этим занимаюсь, потому что я сам непосредственно когда-то отбывал наказание. И первый мой срок, он был, ну банальный. Как бы, знаете, многие говорят, что все люди, попавшие в места лишения свободы, говорят, мы ни за что. Я за что? Реально за что? Но только банальность в том, что одни мальчики там хотели, ну как у меня была девушка, они хотели к ней там пристать. Она им ответила, что у меня есть парень, вы идите куда шли. Они начали ее оскорблять, нецензурной бранью. Естественно, она вся в слезах прибежала ко мне, ну как бы я пошел и, можно сказать, заступился. Ну как я заступился? Я не разговаривал, я просто сразу подрался с ними, у меня было пять потерпевших. В 2000 году меня осудили. И дело в том, что я не хотел, ну никогда не мечтал, не думал, занимался спортом, вел там здоровый образ жизни. То есть, да, ну конечно, был где-то в те годы, улица там, пацаны. Я сейчас вспомнила фильм «Воздушная тюрьма», может быть смотрели. Да, да. Очень похожая история. Да, и вот, ну как-то попал и все. И потом я прям, ну под страхом смерти, я даже сам себе зарекался, даже если мне придется умереть, я не сяду в тюрьму. Ну, вот так вот. Но почему-то вышел, там, какое-то время прошло, и мне казалось уже, такое ощущение было, что вроде как все как в сказке. Сложность была очень, я полгода просто не мог, ну, как войти в общество. Потому что меня не понимали, я никого не понимал. И меня тогда это немного ожесточило. Ну, честно сказать. То есть я стал более жестоким, начал решать все с позиции кулака, разговаривать со всеми. Ну, не разговаривать, а просто, ну, как доказывать там, если кто-то, как мне казалось, неправ, я просто с позиции кулака. И вот было очередное какое-то наше там, отмечали день рождения мы. Я, в принципе, нашел работу, устроился. У меня появилась сожительница, которая родила мне ребенка. Все вроде нормально. Год и четыре я уже был на свободе. Ну, вот очередное какое-то такое отмечание дня рождения нашего директора, у которого мы работали. Он там, ну, как накрыл стол, все, мы там пили-пили, начали общаться там, ну, как бывает у мальчиков, кто сильнее, кто там, ну, там, главнее и прочее. И произошла драка. И в результате драки, то есть я вышел победителем, но печальным победителем, потому что человек, который, ну, участвовал со мной, так скажем, в этом поединке, да, он просто скончался от полученных трав. Не сразу, а через какое-то время там, оказывается, у него там, ну, кровоиздление в мозг пошло, там, еще какие-то вещи. Но я не хотел реально этого делать. И, ну, соответственно, опять срок. Когда вы вышли, вы, наверное, вновь столкнулись с каким-то ожесточением. Расскажите вот эту историю. Как вы добивались, доказывали, что вы имеете право работать, жить, продолжать жить? Ну, когда я был в местах лишения свободы, вот этот, у меня был большой срок. И в 2008 году, вот и как еще идея появилась открыть такой центр, да, такую организацию. В 2008 году было совещание, тогда был президент Медведев, и было совещание, которое он собрал с уголовно-исполнительной системой, с генералами. И он сказал, что у нас есть проблема, которую надо решать. И это проблема рецидив преступления. И меня как осенило в тот момент. Я просто понимание пришло, что, ну, рецидив преступления – это основная проблема. На тот момент там было 75 в среднем по стране процентов. Это те, кто, ну, повторно и там более двух раз уже находился в местах лишения свободы. И поэтому у меня как осенило, ну, то есть я понимаю, что какая проблема, и у меня начало приходить понимание, как ее решать. Ну, просто понимание, что нужно. И даже сам, ну, само совещание был как протокол совещания. Я читал это в газете, российская газета такая. Вот. И протокол совещания тем, что подытожили, что принято решение, что нужно по всей России открывать адаптационные центры для людей, освободившихся из мест лишения свободы. И все. И у меня так и родилось, что надо открывать адаптационный центр просто и работать в этом направлении. Если я, когда я выходил, я помню, как раз, ну, люди как бы говорят, ну, там сейчас все то же самое, тебя не будут принимать. И у меня уже было внутри понимание, что если я не найду себе работу, то я ее себе придумаю просто. Ну, как-то вот, когда я находился там, я об этом размышлял, думал и понимал, что меня никто не ждет, что меня там с распростертыми объятиями на работу не возьмут, значит, надо что-то делать свое. Я начал делать свое по освобождению. Я начал заниматься стройкой, ну, что мог, там, клинингом, там, где-то убраться. Брался за любую работу. Я работал дворником. Брали? На такие должности брали спокойно? Неофициально. Ну, на такие грязные работы, да, неофициально брали. Но это же не школа. Почему даже дворникам тяжело настолько устроиться людям, которые отбывали наказание? Ну, на тот момент еще было сильное отторжение общества. Потому что, если взять советское время, ну, тогда люди делились так на две категории, да, законопослушное и преступное сообщество было такое. И вот это эхо, оно еще осталось. Ну, так скажем, осталось, да, и было это в обществе такое мнение, что если преступник, то все, то на нем крест, и уже его ничего не исправит. Вы, получается, работали и параллельно занимались этим центром. Как вы его открыли и какую помощь вы там оказывали и оказываете до сих пор? Ну, мы вообще открыли его... Я работал, откладывал деньги. То есть что-то на жизнь, что-то там на съем жилья, что-то на питание, на проезд, остальное, все, что оставалось, я откладывал. Просто откладывал, у меня была цель открыть. Он освободился в 2012 году, 15 декабря и 13 сентября 2013 года. Мы уже открыли организацию. Организация существует уже 10 лет. Какую помощь нам предоставляете, кроме возможности дать работу? Ну, на сегодняшний день очень широкий спектр услуг. У нас есть свой психолог, специальный психолог, у нас есть юрист, и у нас есть даже группа медиаторов, людей, которые помогают решить, прежде всего, конечно же, свои внутренние конфликты. Ну, и также, если есть конфликты с родственниками, с друзьями, знакомыми, у освобождающихся из мест лишения свободы. Вот, мы оказываем, ну, прежде всего, конечно, когда люди выходят, сегодня законное положение учреждения обязывает их находиться в местах лишения свободы в определенной форме одежды, да, установленную режимом распорядка. И когда они освобождаются, как правило, те вещи, в которых их, ну, судили, там, да, к лишению свободы, закрывали, они приходят уже в негодность. Когда они освобождаются, им просто переодеться даже. Это самая большая услуга, которую мы сегодня оказываем. Ну, в год ориентировочно, где-то человек 700, мы просто переодеваем. Ну, примерно, да. А возможность переночевать есть у них где-то? Вот, дальше, да, то есть некоторые люди, которые освобождаются, даже им применяют статью 80, заменяют на Уфиц, да, сегодня более мягкое наказание, и они едут там в разных города. Исправительные колонии. И часто, да, в исправительные учреждения, да, вот эти. И часто просто реально негде остановиться. И они ночуют у нас. У нас также есть сегодня, ну, помещения, где они просто находятся. Те, кто, кому идти некуда, часто, ну, на сегодняшний день даже у нас больше тех людей, которым есть куда идти, но они не хотят туда идти. Потому что они понимают, что если они сейчас туда придут, будет все то же самое. Вот прям то же самое. Мы, говорит, понимаем, у нас уже там два-три раза так было. И они просто, можно у вас остаться? Ну, можно. У нас есть программа адаптации, которую мы проводим, и они находятся там. Они могут просто переночевать. Некоторые едут домой далеко, там, в Абакан, там, в Якутию, еще куда-то. А есть ли какая-то цифра, кому вы не просто помогли, а кто действительно не вернулся потом в колонию, в место лишения свободы? Вот прям какая-то конкретная показательная цифра? Может быть, из 70-50 не вернулись? Или сейчас условные цифры, вот от вас хочется услышать? Ну, смотрите, вот мы раз проводили такую статистику, и непосредственно, кто остается у нас, таких немного человек. Ну, где-то в среднем в год это, ну, где-то 70-100 человек, которые непосредственно остаются у нас какое-то время, месяц, два, три, кто-то год, полгода, которые находятся в самом нашем доме адаптационном, мы с ними ведем работу, но 2% возвращаются. Вот мы ведем, так, ну, за ними наблюдаем, 2%, ну, сколько это там, от 100 человек, грубо говоря, двое возвращаются, точно. Все остальные, ну, мы их ведем, там, год-два, ну, три максимума. Потом, если они хотят с нами дальше продолжать взаимодействовать, мы взаимодействуем. Просто много людей, даже 300 человек везти их за 10 лет, там, даже представляете, сколько сложно. Расскажите про премию «Справедливая помощь». Как вам удалось ее получить? За что? Ну, премия — это, прежде всего, заслуга края, на самом деле, потому что однажды пришла идея такая, чтобы создать межведомственное взаимодействие по ресоциализации в связи с законом апробации, который готовился на тот момент еще, это год назад, да, и мы написали проект, который поддержал губернатор края, выделил нам финансы, и мы объединились, ну, кто мы, это ОФСИН России, МВД России, Министерство социальной защиты, Министерство труда, Министерство здравоохранения, там, наркологический центр, и наш Алтайский государственный университет, их кафедра, я сейчас не могу вспомнить, какая, но в чем, чтобы создать программу. И мы создали эту программу, вот год мы реализовывали, и с этим проектом меня, ну, как меня просто пригласили, была конференция «Справедливая помощь России в Москве» этим летом, и меня пригласили просто, ну, как активного человека, и у них один из блоков конференции был именно помощь, у них так не лишние люди, он назывался, и помощь людям, непопулярным категориям граждан, да, а непопулярные это бомжи и осужденные, освободившиеся из мест лишения свободы. И я просто представил этот проект. И вот это они как посмотрели, рассказал об этом проекте, что мы делаем в крае, и они его номинировали просто на премию. И уже я потом приехал получать эту премию с этим проектом. И на самом деле это действительно победа нашего края. Не просто наша, как организация. Совместная. Да, совместная. То есть это и УФСИН России по Алтайскому краю, которые, ну, без них бы вообще это самые главные партнеры. Расскажите о нашем проекте «Я раскаиваюсь», который мы делаем совместно с УФСИН по Алтайскому краю. Вот что думаете о нем? Насколько он важен? И верите ли героям? Все-таки вернутся они обратно в места лишения свободы? Или найдут себя в этой жизни уже по факту освобождения? Ну, смотрите, проект, я смотрел все выпуски, да, три выпуска, которые уже выпущены. И мое мнение, сугубо личное мнение, да, как человека, который еще и сам проходил какие-то жизненные ситуации, этот проект на сегодняшний день необходим. И сам проект, и кто его придумал, да, они люди прагматичные, я бы так сказал. Почему? У нас есть цель. У нас, я говорю, у страны нашей, да, у нашего государства, которое задал президент, да, такое, какая? Чтобы сократить количество отбывающих наказаний. Но сократить количество отбывающих наказаний просто работой государства и создавая какие-то определенные центры, будет очень сложно. Для этого нужно, чтобы общество немного изменило свой взгляд к этим людям. Что делает ваш проект, как я увидел? Он именно хочет, ну, как я увидел, да, что предоставляет людям возможность увидеть, что не все люди, есть, конечно, те, это безусловно, которые они осознанно совершают преступления, которых там только могила исправят, но есть и те, которые не осознаны, не специально, какие-то обстоятельства, какая-то ситуация, и раз преступление совершено. И этот проект, он именно ломает вот этот взгляд, взгляд. И когда общество начнет видеть по-другому, что общество тоже может поучаствовать, и действительно каждый человек может встать на путь исправления. Но это можно сделать только сообща, вот наш проект тоже назывался «Вместе мы справимся», вот вместе, когда и общество, и государственные структуры, и общественные организации смогут, ну, как бы принять этих людей, и чем-то им помочь, чем мы сможем, тогда люди, они будут более качественно и, ну, восстанавливаться, и больше не возвращаться в местном лишении свободы. Те люди, которые у вас в проекте, я им верю, сто процентов находясь там, мы все понимаем, что не хочется больше возвращаться. Но сейчас зависит от того, когда они выйдут, как здесь у них будет складываться сама жизнь, и насколько они действительно готовы, ну, где-то переступать через себя, чтобы переступать придется на самом деле. Потому что, ну, мы вот сейчас общаемся, посещаем места лишения свободы, да, по соглашению с Уфсином, с людьми, которые готовятся к освобождению, и многие из них живут в некоторой иллюзии, думают, что сейчас он выйдет, у него там зарплата будет сто тысяч сразу там, и прочее, и прочее, он там заживет, все нормально. Но на самом деле надо начинать с малого, всегда. И когда начнешь с малого, больше оно само придет. И вот эти люди, которые у вас в проекте, они действительно хотят встать на путь исправления, и они встали уже. Но сейчас еще от нас зависит, когда мы их встретим, что мы сможем им, ну, как мы сможем им помочь. Спасибо вам большое. Очень было интересно, особенно вот вашу историю узнать, и о том, как вы помогаете бывшим осужденным. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был руководитель Алтайской общественной организации «Рубикон» Алик Леонидович Гельфинбайн. Спасибо.